Он умер российскою холодной зимою. И ангелы за, и архангелы за. Его, как спасителя, слезами умоют. И слезы замерзнув, залепят глаза. Решился он спешно. На эту утрату. Но видно иначе. Для Бога нельзя. Ведь не по проспекту. Не даже по тракту. А только по небу святому стыдя. Предки Андрея со стороны отца. Много было поколений священников. А женщины были жены священников, матушками. В Нижегородской губернии, в Арзамасе, в селе Воизном, в самом Нижнем Новгороде они служили. Прапрадед Андрея Дмитриевича Сахарова, отец Иоанн, пришел пешком из села Ивановское в Нижегородскую семинарию. Отец Иоанн не имел фамилии. Преподаватель, принимавший Иоанна, сказал, какой же ты беленький, чистенький, как Сахаров, вот и быть тебе Сахаровым. Так Арзамас, уездный город в 90 верстах от Нижнего, стал родовым гнездом Сахаровых. Прапрадед Андрея Дмитриевича, протеерей Иоанн, много лет был настоятелем Воскресенского собора, сооруженного в честь победы в войне 1812 года, красы и гордости города. Потом его назначили благочинным всех церквей Арзамаса. Его сын Николай, прадед Сахарова, начал службу в этой церкви в селе Воизном под Арзамасом, он женился на внучке местного священника Александре Алексеевне Терновской. У них было 11 детей, и все они ушли из духовного сословия в разночинце. То есть Сахаровские традиции человеколюбия, они зарождались вот здесь, на этой земле. Гены вот эти, они потом в Андрея Дмитриевича проявились. Женился Иван Сахаров на Марии Домуховской, барышне из старинного дворянского рода, близкой к кругу народовольцев. Эта юная бабушка Мария Петровна сыграет потом большую роль в воспитании внука. Их уютный московский быт разметала революция. Иван Николаевич бежал из большевистской Москвы и умер от тифа в Харькове. В самый разгар гражданской войны Дмитрий Сахаров встретил Катю Софиана. Она была из дворянского рода с греческими корнями. Все ее предки были офицерами на службе Отечества. Отец, генерал-лейтенант Алексей Софиана, командовал в Первую мировую артиллерийской бригадой. Генеральская дочка Катя Софиана и сын присяжного поверенного Дмитрий Сахаров обвенчались в Москве в 18-м году. 21 мая 1921 года родился их старший сын Андрей, которого в семье звали Адя. Сначала Сахаров учился в домашней группе. Родители не доверяли школьному образованию. В школу он поступил только в 13 лет. И почти одновременно в гранатный переулок пришла беда. В 1934-м был арестован его любимый дядя Иван Сахаров. В 1937-м осуждена на 8 лет лагерей тетя Татьяна Софиана. Умер в тюрьме другой его дядя Константин Софиана. Был расстрелян по приговору тройки двоюродный брат Женя Софиана. На нем пресеклась мужская линия рода Софиана. Из обрывков взрослых разговоров Сахаров знал об этих трагедиях. Но, как многих детей того времени, его берегли от ужасов эпохи. Отец преподавал физику в пединституте. Его учебники и сборники задач переиздаются до сих пор. Он сам занимался с сыном. И позже Сахаров скажет, физиком меня сделал папа. В нем, конечно, чувствовалась порода. Он был очень одаренный человек, но и из корней высокого качества. Много было в нем положительных результатов коренной интеллигентной семьи, хороших предков, хорошей наследности, отличного воспитания. Ну и не только. 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико на полигоне Аламагорда американцы осуществили первое в мире испытание атомного оружия. Имя Тринити, которое дал ему Оппенгеймер, вошло в историю. Началась ядерная эпоха. Три недели спустя, 6 августа, с аэродрома на острове Тиньян в Тихом океане поднялся американский бомбардировщик с атомной бомбой на борту и взял курс на Хиросиму. В 8.15 утра бомбу сбросили на город. О трагедии Хиросимы Сахаров узнал из газет. Я понял, что моя судьба и судьба многих, может, всех, внезапно изменилась. В жизнь вошло что-то новое и страшное, и вошло со стороны самой большой науки, перед которой я преклонялся. Конечно, я не знаю, что каждый из физиков будет переживать, когда начнется, если не дай бог, начнется детям на мандаре. Это, конечно, ужасно. Но сейчас мы можем себя успокаивать, что мы, наоборот, отодвигаем возможность войны вообще. Москва сразу же среагировала на американские ядерные взрывы. Сталин приказал сделать свою бомбу. Сахарову 27 лет, и он с головой погрузился в новую секретную работу. Термоядерная реакция – это таинственный источник энергии звезд и солнца в их числе, источник жизни на земле и возможная причина ее гибели – уже была в моей власти. Происходила на моем письменном столе. Зимой 49-го заместитель Берии по атомному проекту генерал Ванников пригласил к себе Таммы с Сахаровым. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске бомба успешно взорвалась и прогремела на весь мир. Президент Трумэн заявил, что американцы продолжат работу над гораздо более мощным оружием – водородной бомбой, она же сверхбомба. В ответ Берия представил Сталину проект постановления о создании советской водородной бомбы. Уже умер Сталин, был арестован и расстрелян шеф атомного проекта Берия. Сахаров прибыл в казахстанскую степь на Семипалатинский полигон. В 50-м году встала проблема радиоактивного следа, и мы потребовали эвакуации населения из-под верхних зон. В 32 года его изберут самым молодым академиком за всю историю страны. Накануне на объекте соберут срочный ученый совет, чтобы присвоить ему докторскую степень. По закрытому указу Президиума Верховного Совета СССР он получит первую звезду героя. Всего их у него будет три по количеству успешных испытаний. Так на 33-м году жизни Сахаров вошел в узкий и совершенно закрытый круг политической, военной и научной элиты страны. Как Сахаров стал правозащитником? Как он из физико-теоретики, из секретного физико-теоретика стал правозащитником? Здесь сыграло одну из важнейших ролей его понимание его реального социального положения, как отца водородной бомбы. Как он говорил, если не я, то кто? Когда, скажем, его вызывали в Кремль, и там его слушал Суслов и записывал что-то в блокнотике, или слушал Брежнев и тоже что-то записывал. Ну вот отсюда ощущение, что его мнение значит больше, чем мнение кого-нибудь еще. В 67-м году Сахаров вплотную приблизился к повороту в своей судьбе. В феврале он пишет Брежневу первое письмо в защиту конкретных людей, просит освободить политических заключенных Гинсбурга, Голландского и других, пересмотреть дело Синявского и Даниэля и завершает словами «Довольно пичкать наш героический народ аптекарскими дозами полуправды, взвешенными на весах конъюнктурных соображений». Летом обращается к Суслову как ученый, чувствующий себя в ответе за мир. Пытается объяснить Политбюро, в чем опасность развертывания системы противоракетной обороны, и просит разрешить опубликовать в литературной газете разговор на эту тему с журналистом Эрнстом Генри. В феврале 68-го в Арзамасе 16 Сахаров делает решающий шаг, начинает статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Отдает перепечатать машинистки из секретного отдела. Ставит эпиграф из Фауста Гетте. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Показывает друзьям, понимая, что рукопись попадет в самый сдат. В КГБ опасаются, что текст уйдет за рубеж. Весь мир стал эту вещь читать. В общем, это стало колоссальным событием. Напечатано было 18 миллионов экземпляров. Александр Александрович пишет в «Теленке», что явление Сахарова в России в то время это было безусловное чудо, потому что он поднялся из полностью охраняемой и невероятно благополучной среды нашей высокоинтеллектуальной технической интеллигенции, которая, конечно, служила своей родине, но в то же время не ставила перед собой нравственных вопросов, которые поставил Сахаров. Он поднялся и совершенно как-то незащищенно пошел в мир униженных и оскорбленных. Он остро переживал чужие страдания. Просто кожей чувствовал чужую беду. Это была его одаренность. Это единственные вплоть до 1986 года съемки Сахарова для советского экрана. Был секретным, стал поднадзорным. В 1970 году была конференция в Институте общей генетики. Я сидел там и слушал доклады, и вдруг открылась дверь. Вошел Сахаров, прошел к доске и написал на доске, что Жорес Медведев помещен в психиатрическую больницу, и он призывает всех присутствующих выступить с протестом против такого обращения с известным биологом со стороны советских властей. Он это написал, ушел и возникло замешательство. Для меня это был пример совершенно мужественного поступка. Сахаров переехал на улицу Чкалова, дом 48. Адрес, который благодаря ему станет легендарным. Его узнают тысячи нуждающихся в помощи людей, выучат руководители Советского Союза и стран Запада. Столько всего произойдет в этом подъезде. Стольких замечательных людей запомнит эта лестница. В нем какое-то соединение такой несгибаемости, силы, уверенности в том, что он прав, и страшной незащищенности. Когда я смотрела на него, у меня всегда щемило что-то внутри, потому что какая-то была святая наивность в его виде, в его улыбке, в его глазах. И вот было ощущение, что его могут раздавить. Ну вот, в каком-то смысле не раздавили, это он раздавил. Осенью 72-го Сахаров дал первое интервью западному журналисту. Через некоторое время его вызвали в прокуратуру и предупредили о недопустимости контактов с иностранной прессой. В ответ Сахаров собрал дома на Чкалова первую пресс-конференцию для западных корреспондентов. Это стало последней каплей. Андропов сигнализирует ЦК КПСС о том, что возникает необходимость публичного реагирования на действия Сахарова. Политбюро поименно голосует за публикацию письма ведущих академиков, осуждающих его клеветническую деятельность. Текст этого письма подписывают академики, кто охотно, а кто под нажимом, и президент Академии наук Келдыш посылает его в ЦК. 29 августа 1973 года так называемое «Письмо Сорока» будет опубликовано в «Правде» и даст начало газетной травле академика Сахарова. Сельдович не подписал никакие письма. Капица не подписал, хотя к нему очень настойчиво приходили. Гинзбург не подписал. За Сахарова вступилась Лидия Корнеевна-Чуковская с памфлетом «Гнев народа», и ее тут же исключили из союза писателей. В эти же дни Солженицын написал статью «Мир и насилие», и, как вспоминал Сахаров, статья подлила масло в огонь и до того пылавший в полнеба. В конце этой статьи Александр Ильич выдвинул Сахарова на премию, Нобелевскую премию мира, и показал ее за несколько дней до того, как она должна была быть опубликована Сахарову, и Сахаров сказал, что да, если дадут, он примет, потому что я рассматриваю ее как помощь и укрепление для защиты прав людей в СССР. Между тем Сахаров и Солженицын стали колоссальной проблемой для властей. Их объединили в одно дело. На заседании Политбюро создали специальную комиссию для борьбы с ними. Сахаров и Солженицын окончательно обнаружили себя как противники социалистического строя. За ними следят круглосуточно. Вот Солженицын и Сахаров. Сахаров и Солженицын. Потому что это были два крупных человека, которые каждый своим путем, вот, что называется, вышел на площадь и встал на ней. И власти считали, что вот и два врага выросли. На исходе 1973 года в Париже вышел архипелаг ГУЛАГ и произвел эффект разорвавшейся бомбы. 12 февраля 1974-го около 7 вечера в квартире Ночкалова зазвонил телефон, и Сахаров узнал, что Солженицына насильно увезли из дома. И в этой квартире, когда его выслали, пришел Андрей Дмитриевич с Люсией. И вообще набилось человек 40. И здесь Андрей Дмитриевич на кухне, на нашей, отвечал на звонки западных корреспондентов. А на следующий день уже где-то собрались несколько человек, и Сахаров играл, как я понимаю, главную роль в этом, и написали такое московское обращение в защиту. В 1972 году в Москву прибыл президент Никсон. Это был первый официальный визит в Советский Союз действующего американского президента. Брежнев и Никсон договорились о сотрудничестве и о взаимном ограничении стратегических вооружений. В дни визита Никсона Сахаров начал свою первую голодовку. Всего их будет шесть. Этой голодовкой он хотел привлечь внимание к судьбе политзаключенных в СССР. Прилетевшие с Никсоном журналисты и телевизионщики несколько раз приезжали на Чкалова. Вот эта концепция нерасторжимости и зависимости прав человека и международной безопасности, это, собственно, и составляет то, что мы привыкли называть доктриной Сахарова. Своё предназначение, свою судьбу, как он говорил, он воспринимал с огромной долей ответственности, и эта его формулировка «я просто старался быть достойным своей судьбы», она, мне кажется, очень исчерпывающее объяснение его характера и его поведения, его модуса операнди. Я убеждён, что все важнейшие задачи, стоящие перед человечеством, обеспечение международной безопасности, проблемы питания, ресурсов, сохранение среды, разрешимы лишь в общем мировом масштабе. При этом эти цели недостижимы без международного доверия и взаимопонимания в условиях закрытого общества и нарушения человеческих прав. Политбюро срочно обсуждает меры по компрометации решения Нобелевского комитета о присуждении Сахарову премии мира. Из Нью-Йорка летит телеграмма. Нобелевские лауреаты призывают Кремль отпустить Сахарова на церемонию. Ему, конечно, отказывают. Он поручает Елене Боннер принять премию за него. Он в свою Нобелевскую лекцию включил список тех людей, которые сидят. Это больше 50 человек. Его жена Елена Георгиевна просто список зачитала сидящих у нас в лагерях и тюрьмах. Тем временем в Советском Союзе разворачивается травля Сахарова. Газеты пестрят заголовками. Кому вручают Нобелевские премии мира? Скандальное решение. Заявление ученых было опубликовано в известиях. Но подписали не все, на кого рассчитывали. Брежневу доложили, что отказались поставить подписи такие знаковые фигуры, как Гинсбург, Зельдович, Конторович, Капица, Харитон. Его приглашали в Академию. Главный ученый-секретарь Скрябин пытался его увещевать. «Андрей Дмитриевич, вы такой талантливый ученый. Сколько вы могли бы сделать в науке? А вы вот ушли в сторону. Зачем?» Ответ Сахарова – физиков много, а этим я занимаюсь один. Вот это вот одиночество Сахарова. В самом начале 1980-го Сахаров заявил иностранным корреспондентам. «Я считаю, что СССР должен вывести свои войска из Афганистана. Это чрезвычайно важно для человечества». 22 января ему не дали доехать до Фиана. Перехватили по дороге, доставили в прокуратуру и сообщили о высылке в Горький. «А в три часа позвонил Гопачев. Михаил Сергеевич сказал, что принято решение о вашем возвращении в Москву. Я говорю большое вам спасибо. Я глубоко вам благодарен. Я хотел вам сказать, что несколько дней назад в Черестопольской тюрьме убит мой друг Анатолий Марченко. Он был первым в том списке, который я вам послал. Это люди, которые осуждены за свои убеждения, и все они должны быть осуждены. Я, конечно, отвык от суммы, отвык от людей. Я уже сказал все, что я могу сказать сходом. Я вообще не умею давать интервью. Я косноязычный человек». После ссылки он прожил всего три года, но сделал столько, что стал нужен всем. Я думаю, что ни один политический и общественный деятель не сделал для морального здоровья страны столько в 20 веке, сколько сделал Сахаров. Сахаров был фигурой, которую можно было бы поставить, ну не так, как Швейцар, Ганди, Сахаров. Вот ряд. Мы все живем в состоянии потрясения. Хотя мы знали очень много, но теперь мы все это видим уже своими глазами, и это не может оставлять нас спокойно ни на одну минуту. Миллионы погибли безвинно. Это была шесточайшая чума, которая охватила нашу землю. Наше сердце поржено. Нам, может быть, осталось труднее, и мы больше не имели потерь, но мы остались живым и настоящим народом. Сахаров! 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 Свыше 60 научно-исследовательских институтов были за то, чтобы академик Сахаров стал кандидатом в народные депутаты первого съезда по квоте Академии наук. Но пленум Президиума Академии не рискнул. По всей стране, от Москвы до Камчатки, люди вышли на улицы. В Академии или нигде, решил Сахаров. 2 февраля 1989-го тысячи сотрудников академических институтов собрались перед зданием Президиума Академии, чтобы сказать Сахарову «да». Сахарова, Сагдеева, Лихачева в депутаты. Так вот, что я... Я выступал против введения советских войск в Афганистане и за это был сослан в Горький. Я горшусь этой ссылкой в Горький, как наградой, которую я получил. Товарищ Сахаров, вы уважаете съезд или нет? Я уважаю съезд, но я уважаю народ, который меня сейчас слушает. Я уважаю человечество, которое... Хорошо. У меня есть мандат, выходящий за пределы данного съезда. Затаив дыхание у экранов, все следили, как спокойно и упрямо, сквозь бурлящий зал он идет к трибуне. Во время прямых трансляций миллионы людей в стране впервые могли видеть и слышать академика Сахарова. За 13 дней съезда он поднимался на эту трибуну 8 раз, больше, чем любой другой депутат. По поводу Горбачева, когда затевались всякие разговоры, он говорил, но он все время давал слово, тем не менее. Перебивать-то перебивал. Ну, потому что ему же надо было еще сзади-то Политбюро, надо же было перед Политбюро как-то. А Горбачеву нужен был Сахаров, потому что то, что говорил Сахаров, не мог сказать Горбачев, даже если бы хотел. Получился? Вот получилась такая пара. 12 декабря 1989 года открылся второй съезд народных депутатов. В межрегиональной группе решили предложить включить в его повестку вопрос об обмене 6-й статьи Конституции, ликвидировать монополию Компартии. Но большинство депутатов проголосовали против обсуждения этой поправки депутата Сахарова. Жить ему оставалось два дня. Утром 14 декабря он поехал в Кремль на заседании межрегиональной группы. Это было важное заседание. Они объявили себя оппозицией. Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство, сказал Сахаров. Но объявляя себя оппозицией, мы принимаем на себя ответственность за наше решение. Это его последние фотографии. Он этим своим неслышным тихим голосом объединял людей, поднял, заставил думать и ощущать себя самоценными. Двадцатый век – это действительно век науки. Я надеюсь, что вот этот критический период человеческой истории будет преодолен человечеством. Это некий экзамен, который человечество держит. Экзамен на способность выжить. И строго и скорбно Я просила вдовица, Чтоб старым и слабым Сидеть по домам в такую погоду Легко простудиться, А я его Богу сам передам. Когда от пророка Ни толк, ни пророка То Господом Богом Забыта страна Страна ли эпоха? Страшна ли эпоха? А, впрочем, неплохо Эпоха страна И ныне и приясно Его не забудут И в святцах, и в суе Его помянут Последний Мессия Уходит отсюда И не голосуя Его изберут Последний Мессия Уходит отсюда И не голосуя Его изберут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok